Более-менее ситуация с пробкой в порядке. Морковные котлеты здесь подоспели. Самое время их попробовать. Мы уже гарнир сделали. Практически готово. Доведем котлеты. Итак, еще раз. У нас просто перловая крупа, соответственно. Отварная. Отварная, да, мы отварили ее заранее немножко. Грибы, лук, еще раз морковку добавили немножко. Все, и котлетки наши тоже готовы. Готовы. И соль ты используешь крупную, да, и алкоголь? Да, это морская. Она на самом деле вот эта вот мелкая. Морской соль мне больше нравится. Еще самое важное. Котлеты у нас готовы. Не забывать про то, что масса уже готова, да? И чтобы не передержать. А что, корочка может подгореться? Нет, что их просто либо высушить, либо залить маслом. То, что они масло впитывают, в принципе, в себя. Аккуратненько надо. То есть не нужно перебарщивать с этим. Так, ну что, свет выключаем, да? Когда можно попробовать начнем? Сейчас буквально две минуты и все. Ага, конечно, побыстрее. И все готово. Я к чему говорю, просто вилки как всего две. Так вот, я тоже думаю. Ну, я думаю, да, мама должна уступать. Ну, да. Так, конечно, я руками пойму. Ладно, что мы. Котлеты-то пусть они и морковные, но руками можно есть, Саша. Да, ну тут и грибы можно... Зачем руками? У тебя же есть прекрасный прибор, с которым ты познакомился накануне. Щипцы какие-то. Можешь пока зелень попробовать. Хотя нет, Никита сказал, это на декор, да? Ну, да. На декор. Украшение. Никита, слушай, я вот сейчас Саше рассказывала новость про то, что ученые из Сан-Диего-то вывели, что еда, которую фотографируешь, она вкуснее. А ты как думаешь? Вот скажи, а вас вообще поворот, не знаю, не раздражает? И что люди фотографируют или наоборот нравится? Нет, наоборот нравится, потому что блюдо, значит, действительно приготовлено качественно, красиво. Эстетическое удовольствие какое-то вызывает. Мне кажется, хочется наоборот стараться. Саша скептически к этому относится. Насходя из этой логики, блюдо, которое снимают на видеокамеру, на кинокамеру, тем более должно быть что-то вкуснее, нежели на фото. Поэтому давайте ненадолго на рекламу прервемся. Не знаю, утерпим ли до конца рекламы и не попробуем ли. В общем, реклама впереди.